Долго, дорого и непонятно. Вождение в Англии может обескураживать. Но так ли страшна езда на английских дорогах? И насколько тяжело получить водительские права Великобритании? Об этом мы решили спросить настоящих профессионалов. Познакомьтесь с Еленой Малик, инструктором по вождению с многолетним стажем. В России Елена работала экономистом. Но в Англии поняла, в чем ее настоящее призвание. Решила, почему бы и нет, почему бы не попробовать. И сейчас вместо... Я не могу представить себя в офисе. Мне кажется, это очень скучно. По статистике, с первой попытки в Лондоне права получает только каждый третий новичок. Ну что, поехали, Игорь? Поехали. Запомнить все правила и нюансы слету почти невозможно. В Англии запрещено обливать пешеходов из луж. Да, это правда. Но я думаю, что никому не хотелось бы быть облитым из лужи. Поэтому это закон так и есть. А еще, например, в английских машинах нужно пристегивать собак. Возить с собой лопатку для снега даже летом. И строго не рекомендуется использовать сигнал, чтобы не нарушать общественное спокойствие. Но что же в таком случае можно делать за рулем в Англии? Например, выпивать. И довольно много. Доза, разрешенного для водителей алкоголя, в Англии самая высокая в Европе. Но если вы все же выпили лишнюю пинту, то пощады не ждите. Это грозит наказанием, тюремным наказанием до 6 месяцев, неограниченным штрафом и еще может быть дисквалификацией как минимум на 1 год. Ну что же, настала пора проверить навыки вождения на практике. Смогу ли я развернуться на узкой лондонской улочке без предварительной подготовки? Я вам не обещаю, что будет очень безопасно, но я еще не разобьемся. Если что, мы не разобьемся. Так. Хорошо. Завалил экзамен, да? Завалил. Хорошо. Мда, на лондонские дороги мне пока рано. Но возможно поэтому вождение Британии остается одним из самых безопасных в мире. Пусть для кого-то и немного скучным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...